И всем привет, ребят, с вами Сарбак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы протестируем одну очень интересную пушку, что касаемо устройства, там они не так сильно важны, но пушка стала супер метовой на сегодняшний момент времени, и мало кто знает, что она на сегодняшний момент времени показывает нереально жесткие результаты. Кто-то ее вообще в принципе списывает со счетов и не качает даже резист от нее, но это время прошло, и эта пушка теперь показывает супер жесткие результаты в рамках матчмейкинга. Если вам нравятся видеоролики, посвященные игровой тематике, обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройки игры в аккаунтике, установите мой личный такт-тактимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и забывайте форму, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшней пушки и комбинации в целом, то сегодня я хотел бы поиграть на смоке с устройством за кристаллы, которое называется система высокоточного прицеливания, хотя по сути вы можете использовать абсолютно любое устройство из всех вышеперечисленных. Любое устройство на смоку на сегодняшний момент времени будет полезно, но я привык играть даже на тех устройствах, которые за кристаллы, да, то есть либо штурмовые снаряды, если вы играете на викинге, это устройство, которое скорость снаряда имеет повышенную, да, чтобы на викинге под овердрайвом лучше наносить, но не имеет критов. Система высокоточного прицеливания имеет более быструю перезарядку, плюс каждый четвертый выстрел крита, да. В этом плане что одно, что второе, да даже суперкамули можно тоже использовать, это устройство, которое наносит повышенный критический урон, к слову, да. То есть поэтому устройство за кристаллы берете и начинаете наваливать. Что касаемо корпуса, то сегодня мы возьмем Crusader, ну и по дрону лучше всего взять Hyperion, кризис у нас занерфили, хотя в принципе кризис с такой комбинацией и так не смотрелся даже с сильным кризисом. Что касаемо режима, то я бы хотел запикаться в TDM очку. В принципе можно играть на такой комбинации в любом режиме, но если у нас такое сочетание, которое больше направлено на уничтожение противника, а не под какие-то там увозы флагов, мечей, либо там, ну можно конечно захватывать там точки условно, но проще всего такой комбинации именно кемпить, кемпить по максимуму, поэтому лучше всего в моем понимании подходит режим TDMA и там эту смоку можно раскрыть на максимально. Ну и плюс еще за счет сосули Crusader можно наносить тоже дополнительное большое количество урона. Поэтому, что касаемо смоки, на сегодняшний момент времени я считаю, что лучших два корпуса для этой пушки это либо Viking, либо как раз таки Crusader, да. Все остальные корпуса можно конечно использовать, но они не дадут вам такого большого плюса, как дадут эти два корпуса. Запикивает меня на год 2042. Неплохая карта. Будем играть от контроля центральной зоны, плюс от контроля овердрайва. Да, ну и плюс у меня еще драйвер стоит, соответственно у меня овердрайв сам будет тоже быстро накапливаться. Что касаемо резистов, от смоки два резиста, но резисты я так смотрю небольшие, да. То есть вы видите, насколько быстро у нас летит урон по оппонентам, ну и насколько жестко вообще можно здесь все это дело закидывать. Я пытаюсь отыграть еще более аккуратно, чтобы не сливаться, да, чтобы я постоянно жил в одной позиционке. Ну и от этой позиционки просто старался накидывать как можно больше урона. Три смоки без резистному танку, если он не прожимает аптечку, достаточно, чтобы его уничтожить. Скорость уничтожения смокой такой противника вы видите, да, насколько большая. То есть насколько быстро вы наносите урон. Если против играет броненосцы, да, то выгоднее всего, конечно же, чтобы у вас крит четвертый не залетал по ним, а чтобы вы три выстрела давали подряд, которые без крита. Так, появляется у меня овердрайв и я вижу, что оверка падает еще и дополнительно дроповая. Выдаем овердрайв по Оресу. Мы попытаемся еще забрать здесь еще одну дроповую Оудишечку. Шесть киллов у меня уже есть. Начало просто великолепное. Открывается Крусейдер под нас. Даем вторую Сосулендру сразу в голову. Восемь киллов уже у нас подряд имеется. Шикарнейший результат. Ну и здесь меня Рикошет с Гелиусом все-таки сливает. Можем поменять резист от Вулканов, взять от Рикошета, от Смоки у меня уже стоит. Поэтому возьмем резист от Рика и от Вулкана, которых там три штуки, чтобы у меня была прям максимально жесткая защита от оппонента. Ну и теперь продолжим занимать всю ту же самую позицию и будем стараться как можно меньше умирать. Ну и также можно еще контролить дроповые аптечки, которые здесь на центре у нас выпадают чаще всего. Это тоже как бы супер полезная вещь. Чаще всего по как раз таки 3-4 Смоки нужно, чтобы уничтожить оппонента. Не знаю, какая пушка на сегодняшний момент времени может давать такую разницу по именно оппоненту. Ну условно там страйкер какой-нибудь, да, только здесь. Преимущество Смоки в чем? В чем преимущество Смоки? Почему оно сейчас стало настолько актуальной? То есть она по мете стала как средняя пушка. То есть как средняя любая пушка. Там условно страйкер, там что у нас там еще есть такое по меточке плюс-минус. Да, то есть она не стала супер имбой, да. Ну как бы супер имбой, да. Но она сильная, да. Она сильная, но не супер имба. Но весь плюс ее в том, что резистов от Смоки не используют. Да, то есть ее никто недооценивает. Никто ее не берет во внимание, что это сильная пушка на сегодняшний момент времени. А ее реально за последние там 2-3 раза апнули до такой степени, что она может теперь показывать хорошие результаты, да. Поэтому вот вам весь, как говорится, плюс и есть в этом всем деле. Так, рез шарик у нас тут пускает. Пытаемся сразу заныкаться, чтобы не получить урона от него. Не хочется в него сосуль отдавать. Хочется его быстро так разобрать, учитывая тот факт, что у него аптечки нету. Видим еще один увердрайв здесь. Поэтому можно попытаться раздать оудик вот так. Блин, ну и здесь увердрайв наш тиммейт будет забирать, да. Ну ладно, ничего страшного, в принципе. Не сказать, что мне этот аксессу лендра надо сильно. Так, ну и чьи тут мины остались? Чьи-то мины тут остались. Попробуем аккуратненько здесь проехать. А вот миночки сгорели. И попробуем понакидывать еще дополнительного урончика. Дополнительного урончика. Так, викинг прожимается. Только мажет много. Пробуем здесь по викинга с маке накидать. Так, здесь викорик вжимает овер в меня. Боже мой. Боже мой. А мы от него просто убегаем. Блин, рикошетом от стеночки уносит он меня. Немножечко не в ту сторону я начал поворачивать. Надо было поворачивать в другую сторону. И тогда бы это все дело сработало бы великолепно. Так, что касаемо боя. У нас плюс 10 киллов. Не сказать, что супер большой отрыв. Но потихонечку, потихонечку мы преимущество должны наращивать. И стараться эту катку закрывать. Единственный вот этот вот вулкан у нас резан, да. У оппонентов. Поэтому можно здесь играть в такой небольшой оверпуш. И попробовать зареспить оппонента. Но меня быстренько тут тоже разбирает. Также, что хотелось бы еще сказать по поводу смоки, да. Почему она стала хорошей. И что с ней произошло за последнее время. Потому что многие не берут во внимание какие-то обновления, да. И считают, что, ну, то есть ничего со смокой-то не происходило по сути. Да, то есть ей особо никто не повышал урон. Ну, ничего такого в плане баланса с этой пушкой не происходило. Но произошло самое главное обновление. Это то, что сделали четкий нанос урона этой пушки. Да, то есть если раньше у нас была такая проблема, что у вас где-то процентов 50, может 40 выстрелов просто летело в молоко. А бывало даже и больше. Да, из-за того, что у вас просто не регало урон. То есть у вас урон проходил над танком противника. Так работала механика игры и физика. Которая была, ну, немножечко неправильно настроена, да. После чего ее начали фиксить. Пофиксили один раз. Стало уже лучше. Потом сделали еще один фикс с увеличением скорости снаряда. Да, то есть не было там апнуто урона какого-то, либо еще что-то, да. Ну, может быть, конечно, в минималке там был. Я просто особо жестко не помню. Может, чуть-чуть и было, да. Но самый главный ап – это как раз-таки то, что сделали правильную физику этой пушки. Да, то есть скорость снаряда стала больше. За счет этого началась правильная наноска урона, да. Урон стал постоянно проходить. За счет этого смока начала показывать суперкрутые результаты, да. Ну, и появились устройства, которые реально чуть-чуть подбалансили. Поэтому смока стала уже на другом уровне. То есть ей не понадобилось там апать урон в половину, там, либо еще что-то в этом духе, да. Именно поэтому до сих пор эту пушку многие недооценивают, да. Потому что, ну, не было такого прям вот, чтобы написали, там, пушка стала по урону в два раза сильнее. Такого не было, да. И поэтому многие до сих пор считают, что она, например, не в мете, что она не нагибает, что она не наносит там особо большого количества урона, да. Смысл от нее использовать, если она, ну, как была, так и осталась. Да, на самом деле скорость снаряда и правильная физика этой пушки очень многое поменяла. Очень многое поменяла. И сейчас с этой пушкой уже нужно считаться. Притом, довольно жестко надо считаться, да. Потому что по безрезу она может прям наносить очень большое количество неприятностей. Особенно если вы играете на Викинге под овердрайвом, под раздачу. Вы можете просто успеть зареспить всю базу оппонента. Ну, буквально там, ну, не знаю, там за несколько секунд, да. То есть 5 секунд достаточно. Там такая скорость снаряда становится, что ты уже далеко не уедешь. Я вчера даже, если честно, смотрел турнирчик, да. То есть то, что у нас в турнирах тоже начали использовать эту пушку. Так как она стала вот настолько приятной. И смотрел, как на Викинге тоже прожимают ребята овердрайвы с ней. И видел тоже, какая скорость снаряда под Викинга овердрайвом даже при дефолтных настройках становится с этой пушкой. Поэтому если она уже даже в рамках турниров показывает суперрезультаты, то в рамках матчмейкинга она тем более будет показывать очень и очень хорошие результаты. Так, у нас появляется еще один резист у противника. Еще один резист. То есть сколько здесь можно резистов одевать от нас? 30% только резист. Ну ладно, 30% это не так болезненно. Ну и там есть еще один 50% резист. По киллам у нас 30-ка уже отрыва. Шикарно. 30-ка отрыва есть. 24 килла мы уже сделали. Есть шанс здесь сделать каких-нибудь киллов 30-40. Что будет очень и очень хорошим результатом. Ну и что-то я чересчур сильно выехал в этого оппонента. Можно было чуть попассивнее сыграть. И можно было бы его там разобрать. А я что-то чуть-чуть заагрессировал зажестко. Чуть-чуть заагрессировал зажестко. Так, пробуем его разобрать. Боже, нифига себе Тесла урона наносит. Офигеть. Чего просто сидит на одной точке. Там буквально 4 тика и я просто улетаю на респаун. Бесшансово. Оппонент начинает выпушивать вверх. У нас 25 киллов отрыва. Можем чуть-чуть сыграть попассивней. Чтобы, если что, не сливаться быстро. Так, и пробуем здесь еще одного забрать. 25 киллов у нас уже становится. Где этот Тесловод? Уехал он или не уехал? Где он? Куда-то делся этот Тесловод. Ладно, давайте тогда откатим сюда чуть наверх. Под резист не хочется. Не особо сильно открываться. Так, а вот и Тесловод уже обратно вернулся. Вылез опять из своей коморочки. Так, вулкан пытается за мной чисто газовать. Я не удивлен. Я не удивлен, что он за мной пытается газовать. Так, и у меня появляется овердрайв. Можно попробовать сейчас реализовать эту лудишечку. Вкусненькую. Вкусненькую аудишечку. Ну, по идее, даже можно было бы в этого кидать овердрайв. Овердрайвик можно было бы запускать. Ну, ладно. Здесь в него и так уже запустили аудик. Мы сейчас его подсейвим здесь на заход. Он даже 100% приедет еще сюда наверх. Как только он приедет наверх, мы ему сразу же встретим с вкусненькой плюшечкой. Да, он к нам поднимается по ощущениям. По ощущениям. Будет он подниматься? Будет. И он решил не подниматься. Решил он по-другому сыграть. Решил он сыграть через зонку на нашей базе. А я хочу именно в него эту сосулендрочку воткнуть. Чтобы ему жизнь малины не казалась. И чтобы он супер большого количества киллов по нашим респам не делал. Все-таки по киллам у него вроде как ситуация не такая уж и плохая. Так, овердрайв у него есть. Сейчас он должен со своей сосулендрочкой ехать. И попадает сосулендру на ход ножки. Думал, немножечко попозже он будет прожимать. Немного не прочитал я этот моментик. Переиграл, переиграл. Жестко, жестко переиграл. Так, овердрайв у нас падает. Не успеваю здесь слить оппонента под этот оуди. К сожалению. Так, Викинга и Зида не лечат своего тиммейта. Нет, все-таки начинает лечить его. Сейчас бы овердрайв мне очень сильно пригодился бы. Очень сильно мог бы этот овер зарешать. Ну и в принципе овердрайв на Курсейдере с драйвером копится довольно-таки быстро. Довольно-таки быстро овердрайв у меня появляется. Что дает мне тоже очень хорошие плюса. Так, здесь у нас оппонента сливают. Вот, 24 кило отрыва есть. Надеюсь, что мы этот отрыв не потеряем. Пробуем здесь быстро слить Викинга с маку. Отличный урон. Сразу по тысяче просто, по тысяче урона залетает по бойцу. Это является крайне-крайне хорошим показателем. 95% овердрайва у меня уже есть. Одну миночку здесь ловит противничек. Пробуем его быстренько разобрать. Аптечку сбиваем. Здесь, конечно, пульсарчик в моменте тоже может очень большое количество неприятностей принести. Так, и два Викинга здесь пытаются выпушить наши респел. У меня есть еще одна сосулендрочка. Которую мы сейчас попробуем прожать. Противничек так довольно аккуратненько играет. Довольно аккуратненько играет. Но я, к сожалению, сосуличку все-таки мажу. Попадаю я четко по противнику. Противник пытается на пуши сыграть. Мы сыграем на пассивочках чуть-чуть. Чуть-чуть такие пассивочки сделаем. Не будем особо под риск давать контента. Лучше так на аккуратненьком. На аккуратненьком постреляемся. И на аккуратненьком перестреляем каждого по очереди оппонента. То есть просто делаем дуэли для себя один в один. Не открываясь под большее количество оппонента. И спокойнейшим образом каждого по очереди разбираем. Так, есть у нас еще один овердрайв. Здесь сверху попробуем его забрать. За 7 секунд до конца. И сразу же вот так вот вжать эту сусулендрочку шикарненькую. И все. На этом все. Сколько киллов за этот бой я сумел дать? По ощущениям очень неплохое количество. 34 килла. Вот так вот на простой смоке с устройством за кристалл. Мы показываем вот такие вот результаты. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.